...стабилизация решения задачи Каши для дневергентных параболических уравнений с растущим ладжиным коэффициентом. В прекрасном произведении с чертой РФ на полупрямую ночь плюс высокая личность расходим такое параболическое уравнение ЛУ плюс скалярное произведение вектора Б, это вектор коэффициента при градиенте, и коэффициент С от Х, Т умноженный на У минус У по Т, это параболическое уравнение ЛУ – это недивергентный параболический оператор второго порядка от обычного вида, а П на ПЛУ – это обычное скалярное произведение, так, замечательно. Выполняется условие равномерной эллиптичности, 4, 4 эллиптичности, и кроме того коэффициенты при градиенте они растут как не более чем первая степень Р, первая степень. Р это еллипидовое расстояние, прямо вектор Х, первая степень. Вазir Ильич Викторович, тогда 1 плюс Р минус первая что ли? Б убывает. Алексей Александрович, да, конечно, гаснет со скоростью единицы. Не имеет ничего не знает. А вот коэффициент при первой степени у, он вот так вот себе ведет, как там написано. Ну или минус константа арква квадрата в единичном шаре и больше, чем арква квадрата умножить на F в степени 2L в не единичном шаре. Вот такая вот коэффициент. Да, да. Поиску операторов с диссипацией, и диссипацию устраивает в основном коэффициент при первой. Вот так довольно сильно бывает. Растет. Я в степени. Так, теперь пару слов о предшествии. Вообще, так говоря, скорость стабилизации – это не новая тема для параболитской ухранения. Но при разных гипотезах. Ну, например, всем известному, известному, замечательному математику, мужчина там обычно требуется. Или финитность начальной функции. Задача как, что тут происходит? Ну, суммированная функция, вариант. Или финитная функция. Это довольно сильное ограничение, соглашаетесь? Потому что ограниченные начальные функции не проходят. От меня будет произвольная ограниченная функция. И мы исследуем, вот раньше я исследовал вопрос о стабилизации грудью, и вот такая терема. Если коэффициенты b и d при градиенте, мы повторяем по тому условию b, который вы только что видели, что они гаснут со скоростью единицы, мы константы подавили на r, r – это демплиновое расстояние, точки x до начала кардинал, а коэффициенты c повторяем по той оценке, которая была только что, и пусть n у нас некоторое число, заключенное между 1,3 и 1,2, тогда для любой ограниченной начальной функции, для такой задачи каши, получается вот такая оценка. Оценка довольно интересная. Посмотрите. Модуль t меньше равно m2 экспоненту в степени минус m2 c в степени 1 n, а n – это между 1,3 и 1,2. Эльварий – это натуральное, да? А? Эльварий – это натуральное, нет, просто число. Нет, да? Куда? А натуральное единисля? В бойках? Нет, ну, некоторое обозначение не очень удачное, если бы было обозначение какой-нибудь губой капа, тогда не возникало этого вопроса. Ну, вот такая оценка. Ну, что сказать про эту оценку? Во-первых, это оценка равномерная на каждом компакте. Это неравномерная во всем арене оценка. Конечно же, у Гущина оценки равномерные, понятное дело. Ну, и ограничения, можно сказать, большие на начальную функцию. Это произбольная ограниченная на сегодняшнюю функцию. Ну, и способ доказательства. Способ доказательства основывается на построении точного антибарьера. Что такое антибарьер? Это функция радиальная, зависящая только от радиуса, Р, влашительная во всем ингридовом пространстве. Удовлетворяющее неравенство суперпарабоничности. А что это за неравенство? Ну, я продиктую обычное неравенство. Лу меньше равно нуля. Вот такие функции. Оператор записан в таком виде, как я писал сейчас. Эллиптический оператор, минус диомля д. Если это меньше равно нуля, то такая функция называется суперпарабоническая. То есть, если противоположное неравенство, то такое решение называется суперпарабоническое. Главный инструмент это построение более-менее точного поростного антибарьера. То есть, вот такой функции положительной радиальной, удовлетворяющей вот этому парабоническому неравенству. Лу. Л это целиком весь парабонический оператор. Здесь есть УПТ. Видите, нуля? И только на компакте. Есть подпримеры. Вот, что фишка? Фишка в том, что эта оценка, она не годится равномерно во всем пространстве. Есть подпримеры. То есть, можно найти ограниченную начальную функцию и найти такие коэффициенты, как там сформулировано. Существуют коэффициенты удовлетворяющих условий С. Существуют коэффициенты удовлетворяющих условий В. Это вот это неравенство для В. Для которых соответствующее решение задачи Кашин, но только уже не самый общий. Я все подпримеры, как вы, многие меня уже не первый раз слушают, подпримеры я строю для уравнения, когда главная часть – это бератормопласт. Главная электрическая часть – это лакос чистый. И потом гладшие коэффициенты – П-градиент Ку плюс Су. Вы правильно заметили, Алексей. Нет, там еще концентра компакции висит. Ну, тут такая же… И тетр. И тетр тоже предполагает. Но я все-таки хочу немножко похвалить себя. Вначале я такую же точную теорему на ВМК докладывал на Тихоновских чтениях пару лет назад, когда у меня главный оператор был эллимптический, то есть это глопласт. А сейчас, как вы видели, это полный оператор второго порядка. Сумма по иква, а икваты от иксд, т2о по иксд до икваты. И коэффициенты при градиенте всех ресурсов. Полный оператор со всеми коэффициентами, зависящими от икс и от иксд. Вот такой результат. Но есть вот примеры. для случаев, когда у нас главная часть... 43 страницы там дальше, это построение антибольеров. Вот тут вот как раз и сказано, в общем, в случае, когда и дробь, и дробь, и дробь, и дробь. Вот это и работа. Главный конструктивный инструмент, это вот построить растущее супер-решение для электрических выравнений, в гарантии, в гарантии, в гарантии, в гарантии, в гарантии, в гарантии. Так, я в случае, я прямо на этого тоже обхожу, потому что там техника немножко другая. Ну, вы сами понимаете, что для электрического галлопласса там логарифт R, главная часть, фундаментальное решение, правильно? На плоскости. А в альберном пространстве единица поделить на R степени M минус 2. R это икбедовое расстояние. Фундаментальное решение гасит по степени скорости или бесконечности для электрического уравнения. Поэтому техника здесь немножко отличается. Значит, что я делаю? С помощью, строя, строя супер-барьер, аки-барьер. Этот аки-барьер будет удалять в другом неравенстве. Цена R степени, эти константы все подбираются. Методика уже добровольная. Мы ищем решение в виде нерадиальной функции. Вот эти неравенства тут написаны. То есть это неравенство в формулах на дефицит. Теперь подставляем реалитическое, мажорируем с помощью, применяем. Вот. И в итоге получаем обыкновенный дефицит. Это довольно кропотливое, но благоприятная такая техника. Мне удается получить более-менее тонкие оценки, связанные с ростом или убыванием дефицитов. Чего раньше ничего не делал. Понимаете? Вот, если взять работы полночников, арейников или других подающихся предшественников, они действовали гораздо грубее и проще. Они брали в качестве претендента на антибарьер ну какую-нибудь функцию, типа Е в степени Альфа, Р в степени Альфа. И подбирали Альфа и Бета, чтобы были антибарьеры и так далее. Это стандарт. Волхутов здесь есть антибарьеры, которые согласованы с коэффициентом. И для него, пользуясь формулой Леувеля Грина, вывожу точную асимптотику. И тем самым учитываю рост и влияние или убывание соответствующих рецепт. А начальные функции подбираю. Леувеля Григорьевич и под подробную лауре Леувеля. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЛЕУДЕСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...